Была информация о том, что в РФ запретили несколько десятков артистов. Тут хочу вас спросить, почему это происходит? Действительно ли Путин, его режим боится тех разработчиков гиперзвуковых ракет? И почему именно сейчас эта отрасль фактически и там начались чистки? Открываем Солженицына в круге первом, читаем правильные ответы на протяжении всей книги. В шабашках, в шарашках опять-таки. Нормально работалось советским учёным. И когда нужно было создать танк, самолёт, броню, пушку, автомобиль, ракетную установку, лучше было, когда учёный не тратит время на то, чтобы на персональной машине приехать в свой НИИ, в котором он что-то возглавляет, например, кафедру или целый институт. Гораздо проще, когда конвой его из спального барака переводят в рабочий барак. И там он нормально делает, если надо, самолёт, истребитель, танк, ракету. Ничего нового. Россия так устроена. И репрессии в России не потому, что кто-то в чём-то виноват. В России не надо быть виноватым. В России достаточно родиться, чтобы тебя наказали. В принципе, если ты родился в России, ты уже наказан. Но дальше всё-таки может быть эскалация твоего наказания. И когда ты учёный, и вот ты работаешь, а у тебя ещё какие-то дрязги, потому что здесь какая-то альтернативная теория, и есть некая ветвь научной мысли, которая спорит с твоей. Вот для того, чтобы вы примирились, сажают обоих. И теперь вы, пожалуйста, оба расконвоированные зэка, ну-ка быстренько, взяли именные паяльники в руки и начали какую-нибудь микросхемочку тут быстренько нам делать. Или что вы там? Вы, оказывается, у нас чертить умеете. Ну-ка быстренько встали к доске и начертили. И вот эти вот аресты учёных – это как раз воссоздание шарашек, где теперь вся отечественная наука и будет работать. Тем более сажают-то в основном дедов 70-летних, 80-летних, для того, чтобы не тратиться на медицину, не тратиться на, в том числе, доставку тела. Посадили, и вот здесь прямо у себя в камере ты будешь работать. И это устрашение, конечно, для всех остальных, кому очень даже не по себе. Ведь сажают же их по точно таким же делам, как в 1937 году, абсолютно высосанным из пальцев. То есть любого могут посадить ни за что. Просто за сам факт того, что ты работал по этой теме. А она не уменьшалась успехом. Нету вечной молодости, нету лучшей в мире ракеты, нету самого классного оружия, нету того танка, который прилетит, если что, прикинь, с подводной лодкой, потом в степях Украины даст воздушный бой. Поэтому всё как в 1937. Всех согнали в один барак, напугали до смерти, сказали, ну-ка, работайте. В прошлый раз ведь получилось? В прошлый раз же работали. И Королёв до смерти боялся своего личного охранника, понимая, что в любую секунду этот охранник может оказаться конвоиром. Он не бодигайдер, он не телохранитель. Он просто наручники на запястье. И, товарищ Королёв, пройдёмте, потому что вы опять враг народа. Вот это прекрасно стимулирует. Это лучший способ, вместо того, чтобы придумывать, ну что там, Академию наук, ну Кадыров Академия, куда дальше что-то? Герой России тебе давать, премию тебе давать, денег на тебя тратить, персонального врача? Зачем? Персональный конвой. И после этого КПД возрастает. Россия так устроена. И уж тем более так устроена КГБ, ФСБ, НКВД. Для них все враги, тем более мы знаем, КГБ воюет только с вымышленными врагами. Если врага нет, его придумывают. Поэтому аресты учёных, вот сейчас начавшись, они будут продолжаться. Никто не заметил, когда начались репрессии против блогеров, людей в интернете, похихикали, удивились и сказали, ну правильно, за репост так тебе и надо. Вот тогда на разминке общество это приняло, согласилось, что, ну, наверное, не всё так однозначно, к чему эта распущенность в интернете, надо быть всё-таки по сдержанию, тем более такая безоперационность суждений, и правда ведь всё-таки это подрывает устои советского общества, и это бросает тень на армию. Конечно, справедливо, что наказали. Ну и за ценники в магазине нормально дать 7 лет, потому что на этих ценниках было что-то написано. Следующий этап – учёные. Вот они теперь пошли по этапу, они теперь в тюрьме, а дальше будут дела врачей, дела железнодорожников, дела генералов уже тоже начались. Тухачевского в чём обвиняли? Так он немецкий шпион. Так и всех этих, которые в штабе сейчас взяли, всех после Шойгу, уже даже неважно за что. Конечно, лучше брать за экономические преступления. Народу это понятие. Потому что если сказать, что Шойгу, например, тувинский шпион, и за это его расстрелять, то как-то непонятно. Что такое тува? Неясно. Никогда неясно. Ни в каком году, ни одной секунды, ни по одному учебнику непонятно, что это такое. Вольт за это пока не наказывает. Ну, значит, по экономическим статьям. Учёные – это то, что мы заметили. Дальше будут ещё более громкие процессы, которые общество также спокойно примет. Сергей, вопрос к вам ещё следующий. Вы, как человек, который знает, как устроена Россия и как работает путинский режим всё это время, какая причина этих чисток? Ведь есть люди, которые в России готовы на какие-то протесты или всё-таки причина, по вашему мнению, в другом? Неважно, готовы ли люди к каким-то действиям. Если они вдруг от теории переходят к практике и из разговоров на кухне делают выводы, берутся за, условно говоря, плакат и пишут о нём «нет войне», то прекрасно подготовленный репрессивный аппарат, который знает свой манёвр. Всё, 30 секунд, уголовное дело, сломанные рёбра. Хочешь дальше, можешь на СВО отправиться, можешь сгонить на нарах. Никаких новостей. И есть ли в России оппозиция или нет, в России, как и любую другую страну, невозможно уничтожить полностью. До тех пор, пока есть какие-то люди, многие из них очень плохие. Но даже у очень плохих рождаются очень хорошие дети. И система, она воспроизводит негатив, она делает следующую породу хуже предыдущей. И всё равно при этом рождаются гении, всё равно при этом есть люди, у которых совесть, мораль, честность, принципы. Как только они становятся понятны, их уничтожают. Остальные мимикрируют. Государство всегда сильнее. А русские люди, они никогда не бывают сплочёнными. Уж есть российская оппозиция, вооружённая российская оппозиция, белогвардейцы, не смогли договориться друг с другом. И Врангель не смог договориться, Деникин не смог договориться с Колчаком. Они проиграли самую главную войну в своей жизни. Потому что они были не в состоянии договориться. То сейчас, тем более, не вправе ожидать под таким мощным репрессивным аппаратом появления людей, способных на, в том числе, одиночную борьбу, не говоря уже о том, чтобы на сплочённую борьбу. Одиночная она безумна, а сплочённая она невозможна. И Путина, в принципе, это абсолютно не волнует. Такой ландшафт в стране. Ну, ему иногда докладывают, что рейтинг 146%. Вами довольны. И внутри, внутри страны есть внутренние войска, которые сейчас называются Росгвардия. Вообще, сама по себе явление внутренних войск. Как вот началось внутренние войска, часть особого назначения, это не спецвойска НКВД, для борьбы с населением. Причём с тяжёлым вооружением. Это вот сейчас Золотов после марша Пригожина сказал, что дайте мне пушки, дайте мне танки. Так у дивизии внутренних войск имени Держинского всегда было. Своими глазами видел. Сколько раз я приезжал в Держинск, столько раз, пожалуйста, вот тебе арт-дивизион стоит. Там, будь здоров, какие были 152-мм гаубицы. Если надо, можно было города штурмом брать. То есть у внутренних войск всё это было. И на фоне подобного, тем более всё-таки распущенность, любой силовик, Держи морды, абсолютно прав. Он будет ломать ногу любому человеку на улице, и никогда не то, что ты, выйдя из госпиталя, из больницы, и вылечив эту ногу, не подашь эпиляцию, ты будешь единственное, что намешь рассчитывать, тебе просто проломят голову, когда ты в следующий раз скажешь, что полицейский был неправ, ломает тебе ногу. Или росгвардеец. Поэтому в России то же самое, как в любой другой союзной республике, которая могла быть недовольна советской властью, будут ждать. И Путин это знает. Поэтому у Путина руки развязаны. С этими людьми можно сделать всё, что угодно. И если вот сейчас по науке мы видим, с чего вдруг? Так с того, что Путин победы заявил. Путин сказал, что у нас есть гипероружие, сверхзвуковое оружие, самые быстрые в мире ракеты. И после этого у него сармат взрывается на стапеле. Даже только-только кнопку нажали, а его разнесло в клочья. Кто в этом виноват? Они на Путина, на его безукоризненный светлый облик бросили тень тем, что не соответствовали его заявлениям. Путин насмотрелся галлюциногенных мультфильмов, и там у него всё летало, шкварчало и произрастало. А наука не может это подтвердить. Значит, наука виновата. Значит, наука идёт по этапу. И как бы на кухнях не сожалели, как бы на кухнях не анализировали, как бы на кухнях не сокрушались, что учёные-то здесь при чём? Тем более, что от науки до воплощения ещё огромное количество посредников. Те, кто эту теорию превратил в практику, те, кто в конце концов эту ракету просто собрал. Мало ли, что было в теории у учёных в Институте физики. Там было всё понятно. Но потом выяснилось, что нету такого двигателя, нету такого процессора, нету таких материалов. Ну, собрали сармата из того, что получилось. Он сильно отличается от того, что задумывалось. Но виноват в этом кто? Виноват в этом самый старший, потому что его голова на плахе наиболее показательна. Какой смысл сторожа хватать? Нужно хватать директора. И народ, который прекрасно понимает, что он уязвим, на примере этого видит. Так оказывается, уязвим ещё и генерал, так оказывается, уязвим ещё и академик, и директор НИИ, и физик-ядерщик, а вроде бы Путин их должен был беречь, так вот он ещё и их наказывает за несоответствие мультиков в действительности, а уж нам-то и подавно не поздоровится. Поэтому здесь очень такая сбалансированная игра. Репрессиям подвержены все, перед мечом, карающей руки Владимира Путина, равны все. Всем страшно. Субтитры создавал DimaTorzok